Здравствуйте, мои зрители! Прогноз для тельцов на сентябрь 2023 года. Что ожидает тельцов? Как обычно, я рассказываю то, что мне приходит сверху, картиночку. Потом я рассказываю по картам Тороснов, по картам Ленорман, Ленорман такая у меня колода, и потом Натальная карта Астрологического прогноза. По Натальной карте, именно общей для тельцов на сентябрь 2023 года. Что ожидает наших тельцов? Мне идет такая картинка. Вот лук. Лук такой уже не летний, а уже осенний пожухлая трава. Не сказать, что совсем она пожухлая. Ну вот, и эта трава такая, ну не то, что там трава, там и цветы, и всякие вот сорняки, такие заросли. И она, эта трава, получается как вот по поясу. То есть высоко, именно высоко. И такие заросли, заросли. И человек идет по вот этому другу в спортивном костюме, потому что высокая трава, и вроде как уже и осень, и совсем жарко. И чтобы не поцарапать все это тело, оно должно быть закрыто, потому что там, ну просто заросли разных трав. Трав, цветов, там колючек. И вот такая большая вот этого заросли. Он просто идет и разгребает, вот так вот руками разгребает это все. Но он так упорно, знаете, показывает, что упорно идет, он видит цель, куда надо дойти, видит финал. И он конкретно через это пробирается. Вот таким хорошим шагом. Разгребает это все и, короче, идет к этой цели. Что это обозначает? Это говорит о том, что у вас накопилось очень много каких-то... Оно у каждого может проиграться по-разному. Я как версии вам говорю. Значит, накопилось очень много, ну, каких-то дел. Старых дел, которые, вы знаете, откладывали на потом. А потом решу, а потом я сделаю. Ну, это могут быть разные дела. И в отношениях там кто-то, может, захочет с родственниками помириться. Думает, ну, ладно, прошло время, надо помиримся сразу. Отойду, типа помиримся. Но первый шаг никто не делает. Какие-то подружки там. Или там на работе какой-то конфликт. Такой затянувшийся. Но этот любой конфликт, его надо решать. Либо на работе такие завалы работы. Какие-то вот куча всяких договоров, папок, бухгалтерские учеты. Но у каждого своя работа. То есть по профессии у каждого своя. То есть какие-то завалы такие образовались. Потому что, ну, все на потом. Все потом, а вось потом, как говорится. И вот это авось потом, оно получается и довело до такого, что огромные, как бы, завалы работы. Вот. Поэтому, ну, вы намечили себе цели. И в этом месяце вам придется в этом всем потрудиться. поработать, все это дело разгрести. Наладить, как бы, все привести в нормальный вид. В любом случае, уже, ну, дальше уже ценить нельзя. И есть такая поговорка, знаете, руки боятся. Глаза боятся, а руки делают. Ну, в нашем таком моменте, что вот ноги, ноги идут, идут, идут. Ноги делают, как говорится. Вот. Все уже время пришло. Разгрести все это. И привести все в нормальный состояние. Наладить какие-то взаимоотношения с родственниками. Наконец-то добраться до какого-то судебного, там, разбирательства. Наконец-то взять, почитать какую-то нужную литературу. Которая вам, как бы, вот, пригодится, да. Которую вы откладывали на какое-то время. Нужно сделать какие-то встречи, какие-то командировки. Которые вы должны были когда-то поехать. Но все равно это надо делать. Вот такая мне вот картинка вот показывается. Даже вот, например, по здоровью, да. Откладывали, не ходили, а вот оно пройдет. Оно само-самое заживет. Но уже, как бы, тянуть нельзя. Уже надо идти в больницу и, там, решать с каким-то, там, прыщиком, да. Вырезать его как-то, вот, ну, каждую свою, там, или зуб там залечить. Пройти какой-то МРТ, пройти КТ. Ну, то есть, вот такое. То есть, надо как-то, вот, ну, внимательно к этому. Ко всему, я говорю, проиграется она по-разному. У кого-то в отношениях, на работе. Ну, это все надо именно разгрести в этом месяце для тельцов. Теперь мы посмотрим, что у нас по картам Таро. Таро снов. Таро снов. Мне эта колода очень нравится. Что у нас для тельцов дает нам Таро снов? Там, двойка кубков. Вот, двойка кубков. Двойка кубков, это обозначается, смотрите, здесь получается, вы как бы боитесь. Выбор. Не хочу идти, но делать надо. Вы знаете, вот такой какой-то выбор. Ну, в любом случае, вот эта вот розовая подстаканинка, вот здесь розовая, потому что дело надо завершать. Надо находить, идти, как бы, налаживать отношения. Надо ехать все-таки в командировку и доводить дело до конца. Как бы нам этого не хотелось. То есть, отложить это уже нельзя. Как бы подтверждающую карту в этих... Посмотрим, что у нас выйдет. Так, у нас вышло солнце. Солнце. Вот видите, как говорится, вот вы думаете, раскачиваете, сделать, не делать, ехать, не ехать. Ну, вот солнце, смотрите, вы как пробираетесь через кущи, и тоже смотрите, вот мужчина, он как хорошо жонглирует всеми планетами, которые находятся. То есть, планеты, это как ваши дела. Все очень легко, а солнце, это говорит о том, что у вас все получится. То есть, по знакам солнца у вас все получится. Все ваши дела, которые лежали в долгом ящике, вот, то у вас все получится. Хорошо пройдете, прожонглируете это все, все это дело совместите, разгребете, и у вас все будет хорошо. Хорошо, вот так нам говорят карты Таро. Теперь я берем карты Ленорман. Вот такие вот карты Ленорман. Что они у нас для тельцов? Для тельцов. Так. Это у нас двадцать четвертая, двадцать четвертая карта. Это карта Любовь. Вот видите, карта Любовь, сердце. То есть, это вот, смотрите, опять-таки там стоят, видите, заросли там зеленые, по которым идет человек, как мне вот сверху показывали, идет человек, да. То есть, в любом случае, все эти вот зверьки, которые там, лев под ногами, который там будет путаться и будет вам мешать в вашем прохождении к финалу, чтобы дойти до окончания вот этого луга, через который вы пробираетесь. Здесь, ну, здесь получается, любовь дружеская. Кто-то вам даже может помочь, помочь, помощь, потому что здесь два человека, то есть дружеская помощь будет. Так, теперь поясняющая карта. Вот девятка, это букет. Букет, это говорит о том, что все-таки вы дела все эти разгребете. Это поясняющая карта, вот этой. Вот, и соберете все ваши дела в один букет. То есть, все вопросы решите, вот, согребете все в одну кучку, вот, и все решите очень хорошо. Вот, букет очень красивый. То есть, это знак, говорит о том, что не переживайте, как бы вам трудно не было, какие бы завалы там по работе или жизненных отношениях у вас не были, у вас в любом случае будет все хорошо. Вот. Так, теперь мы рассмотрим натальную карту для тельцов. Что у нас по натальной карте? Так. Включайтесь в работу. То есть, и амбиции немного, и в работе немного надо добавить амбиции. Тоже можно. Это разрешается. Единственное, что придется слегка откорректировать, это взгляды и принципы. Вот это вот. Что же, ради счастливой жизни иногда приходится чем-то пожертвовать. Так, говорит натальная карта, гороскоп, полного сентября месяца. Старайтесь серьезнее отнестись не только к крупным проектам, но и к небольшим заданиям. От вашей ответственности будет зависеть успех любого предприятия. То есть, вам придется все-таки поразгребать это все. Новолуния 15 сентября в деве для тельца. То есть, в деве будет тельец, будет в деве. И в пятом доме у вас произойдет новолуния. Ну, это здесь период очень хороший там для отдыха с друзьями, конечно. Понятно, что работа – работа, но отдыхать же тоже надо. Можете посвятить себя любому делу, лишь бы оно доставляло раз. Кого-то пригласите на свидание. Если есть творческие заданки, то их можно реализовывать в полной мере. То есть, это не то, что вот там через дебри каких-то, да, у вас там какие-то там творческие идеи были. Вот их можно сейчас реализовывать, все доставать своей головы и разгребать это все. И как бы выставлять это на показ, чтобы это все реализовать. Это, ну, хороший месяц для реализации. Так, полнолуние 29 сентября в овне для тельца. В 12-м доме у тельца пройдет полнолуние. Многие идут в тени, захотят быть одни. Но это может произойти не только по личной инициативе, но и по вынужденной мере. Не исключена повышенная занятость работой, что вы будете уставать от работы. Единственное, что вы можете истощиться морально и физически. И как бы вам захочется там отдохнуть, просто становится понятно. Потому что очень много будет работы. И не забудьте навести марафет во всех делах, личной жизни, бумагах и квартире. Решайте проблемы, полнолуние подходит для таких действий. Ну, вот, то есть, понимаете, это может проиграться, как и в квартире. Зали же такие, что надо делать ремонт, приводить все в порядок. Если по поводу внимания, внимание может рассеяться, но надо как бы собрать все мысли, в кучку идти в правильном направлении. Наметить себе цель и не идти. Наметили ремонт, вперед разгребайте. Все завалы в доме, делайте ремонт, евроремонт. Ну, главное, это самое, не перегружайте свой организм. Потому что работы будет очень много, разбор завалов будет много. Это может быть, знаете, даже в творческой, как вышли творческие проекты, и у вас будет много, и надо их тоже как бы довести до конца. То есть, когда-то вы их начали, положили, а сейчас время надо их открыть и доводить их до конца. Может, кто-то фрилансы, кто работает на фрилансы, тоже отложил, а теперь надо как бы попотеть, поработать, довести их до конца. Так, теперь, значит, по финансам для тельцов на сентябрь. Тельцу лучше не планировать вложения на сентябрь и не начинать что-то масштабное. Лучший способ сохранить деньги, копить и покупать только то, что нужно. Удачный период для поступления средств две последние недели месяца. Ну вот, как раз вы разгребетесь с делами, и там уже будет виден просвет. И деньги поступят, и новые предложения. Будьте осторожны с финансами в последние две месяца. И не делайте большие траты. Так, работа. В первой половине сентября Меркурий движется ретроградно. Что может стать апатией с дароможенностью в деловом плане? Не исключены ошибки в документах, опоздание, срывы переговоров. Возможно, придется взять отпуск, чтобы решить личные проблемы. То есть, ну, завал, видите, у кого по-разному проявляется. У кого-то на работе там срывы переговоров, да, и их надо довести до конца. А у кого-то надо будет взять отпуск, чтобы дома проблемы решить. Солнце идет по творческому пятому дому. Это значит, что любые трудности можно преодолеть, если иначе взглянуть на ситуацию. Вот хороший совет. Решение любой проблемы не заставит себя ждать. Нужно лишь найти неординарный способ. В обязательном порядке творческий подход к делам. Перед тем, как проявить инициативу, сто раз подумайте. Так, оцените ваше рвение. Значит, можно браться за работу и проявлять таланты. Хотите сделать карьеру, заключить сделку или отточить мастерство? Во второй половине месяца это можно сделать. Отношения с деловыми партнерами из-за рубежа сложится замечательным образом. Вот, пожалуйста, может быть, какие-то договора с зарубежными партнерами нельзя было заключить. Вот в этом месяце можно все это дело разгрести и заключить. Командировка планируется на третью декаду месяца. А в пятом доме у тельца путешествует Меркурий. Это хороший период для расширения связи, личного бизнеса и внедрения в дела, свои творческие способности. То есть вот тоже же. С одной стороны, вам все удается и контакты складываются без помех. С другой стороны, вы можете показать себя в общении, как манипулятор со стажем. Но придется много работать. Марс, вот понимаете, планеты так сошлись. Марс весь месяц идет по шестому дому. Много энергии будет тратиться на работу. Вот из-за Марса. Марс встал у вас в доме и все. И тяжело. Тяжело получается. Приходится разгребать. И какое-то напряжение вот идет. И напряженный период, когда придется экстренно разгребать рабочие завалы. Ну вот, то есть понимаете, что Тарор рассказывает, что Ленорман. В любом случае вам придется разгребать рабочие завалы. То, что вы когда-либо забросили на половину пути, нужно срочно доделать. И никаких не хочу или нет времени. То есть в любом случае надо доделать старое дело. Ну, по здоровью тут, понимаете, тут как обычно. По здоровью не перенапрягайтесь. Потому что все это нервная система. И в любом случае надо обращать внимание. Если где-то что-то у вас заболело, то сходите, как я вам говорила. Здесь то же самое. Не запускайте. Сделайте флорографию, ЭКГ. Сходите к кардиологу, к хирургу. Куда вам надо сходить. И главное не переедать. Потому что когда человек в таком напряжении и разгребает эти завалы, он в принципе не замечает, что он кушает. Гребет все подряд. Что ему... Что можно взять, потому что времени сготовить нет. И что есть, то и ем, как говорится. Вот. От этого может пострадать вас, как бы, организм. Вот. Ну, здесь как бы сменить обстановку. Походить по свежему воздуху. Пешком. Больше гуляйте. Оно расслабляет. Так что вот то, что нам предстоит тельцам в сентябре 2023 года. Ничего тут сложного нет. Ну, придется потрудиться, попахать. Ну, вы же долго откладывали все это дело. Ну, теперь все это дело надо доделать и довести до логического конца. Так что всем удачи. Все у вас закончится хорошо. Все дела вы доделаете, разгребете. Все отношения наладите. Так что у вас идет это под солнцем. И будете терпеть и вода этими планетами туда-сюда. Сжонглирует. Так что все у вас будет хорошо. Всем удачи. Заходите на мой канал. Подписывайтесь, кто не подписан. Кто случайно зашел на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Я записываю сейчас с другого телефона. Напишите, какой там звук как хорошо. Лучше или старый звук был лучше. Так что комментарии и лайки помогут мне продвижение моего канала. Всем удачи. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok